Всем привет, дорогие жапкинцы! Дорогие мои зрители и друзья! Располагайтесь поудобнее, если что-то вкусненькое с вами, то приятного вам аппетита! Непростая серия нас ждет сегодня, мы будем отбивать осаду от Кири Тунгала. Сюда пришел Мордор, три отряда катапульт. Все бы хорошо, если б не эти катапульты. То есть даже если мы будем делать вылазку, учитывая дальность стрельбы катапульт и отсутствие у нас большого числа кавалерий, для нас это будет трудно. Еще и в осаде у нас такие силы. Подождите. Ага, что-то нам не то показывает. А почему нам показывает, когда я выбираю... А, это была армия, которую я выделил. И где же эта армия была? А то я, если честно, уже испугался. Я ожидал в осаде увидеть большое. У нас кавалерии вообще нет. Это я не ту армию смотрел. Жесть. Я уже подумал, блин, да кавалерия есть. Классно так, можно разбить катапульты, все поатаковать. Тем более, это не катапульты троллей. Скорее всего. Вот у руки тут проблема будет. Со стрелками, с стражей Морана, на все остальное убиваемо. Либо вести их на поле... Нет, мы не можем отбить. Просто так ударить по ним. К сожалению. Мы можем только... Сделать вылазку. Это мы можем сделать. Удара нанести не можем. Вылазку, а потом догнать, еще поддать. И вот этой армии поддать. Не ждать же нам, пока они засейвятся и приведут еще больше войск. Обычные катапульты. Ну да, делаем вылазку. Ночное нападение. Да какое нам ночное нападение? Они нам фаер-шоу устроят и... Раздолбают все. На стенах мы своих выставлять не можем. Потому что это... Как приглашение. Сразу ударить по нашим. Подойти близко мы тоже не сможем без того, чтобы их катапульты начали стрелять. А их катапульты по-любому кого-то дорасстреляют. Хух, осадное орудие это большое испытание. Как так сделать, чтобы все получилось хорошо и при этом, чтобы у врага все вышло плохо? Катапультами руководят призраки. Сами призраки пришли сюда. Но эти будут отступать. Хитренько. Мы можем выйти с другой стороны. Кем мы можем выйти с другой стороны? Кто у нас выйдет с другой стороны? Ну, к примеру, часть наших лучников. Это такие диверсионные отряды. Вообще вся. Или мы можем сказать, да ну его нафиг. Давайте выставим вот этих вот ребят на стенах. Может быть удастся отвлечь катапульты на них. Типа я не против. И они будут хоть какой-то гарантией, что когда мы будем отступать к крепости. Так, вы же понимаете, что я не могу вас всех так просто расставить. Как вы стоите сейчас. Вас отдельно. Своего полководца я вообще терять не могу. Он у меня чуть ли не самый элитный боец. Поэтому его тоже куда-то сюда. Но сражаться он будет. Мне же надо, чтобы хоть кто-то сражался. Блин. Хочет сражаться настолько, что ну никак его от этого дела не отговорить. Уруки пойдут. Этих я точно пущу в бой. Хоббицы разных мастей. Вот таких вот 4 отряда можно объединить. И что делать с этими лучниками? Наверное, тоже их взять с собой в оборот. И это будет хорошо. Ай, да, начало битвы. Выпускать будем по одному отряду. Сначала пойдут вот эти вот ребята. И пойдут наши диверсанты. Вперед, ребята. Вот так вот вам. Потом вот так вот. Жалко, мы окружены горами. Попытаемся обойти их. Чтобы им пришлось разворачивать свои усилия. Так, враги что-то надумали. У них есть лучники. Они выстраиваются. Кэп. У них есть лучники. Они выстраиваются. Ну, разрешите мне чуть-чуть покепить. Таких лучников, как у меня, у них нет. То есть, я могу рассчитывать, что дальность стрельбы моя превосходит их. Соответственно. Этих тоже выстроим. Стоять и расстрелять. О, полетело. Пока что все чертовски мимо. Но если вдруг попадет, то будет очень больно. Поэтому давайте разводим наших ребят. Как можно дальше друг от друга. Я боюсь, что катапультами и своими лучниками они таки мне отряд моих руков разобьют. Но мои начинают стрелять. Причем все начинают стрелять. У меня есть идея отступить. Чтоб вам не жилось со своими катапультами. Мощно они меня. Но стрельба не бесконечна. 20 я потерял, остальное удалось сохранить. И самое главное, мы их подвели под обстрел. 3 на 3 процента. Хоббитцы! Прощайте. Это вражьи катапульты. Ничего не поделаешь. Подводим поближе к стенам. Сейчас по нашим. Достанется тоже очень серьезно. Расстреливайте их. 5 на 5. И башни тоже расстреливают. Но это лучшее, что я могу предложить. Мне кажется, другие варианты слишком геморрны по времени. Оставить полководцев. Давайте, давайте, давайте. Помогайте. Мои диверсанты спешат на помощь. Пока я теряю отряды. Но это восполняемые отряды. Точнее, ко мне придут дополнительные подкрепления, которые мне восполнят все то, что я потеряю здесь. 7 на 10. О, враг начинает проседать. Еще бы катапульты мазали, как мои иногда мажут. Так, чтобы попадали по врагу. Когда их катапульты отстреляются, это будут как беззубые собаки. Давайте, наверное, вот так вот даже обойдем и не будем трогать их лучников. Лучников мы убьем. Мы лучше всю нашу хитрость против вражеской пехоты направим. Они тут уже покусаны. Достаточно неплохо. Аж на 14%. Ай, да, ребята, мы вас ждем. Фаер шоу. Теперь они нам устраивают. Но урон по стройкам они наносят мизерный, так что я готов это терпеть. Видите, сколько у них трупов лучников. Они поняли, что мы затеяли. Решили убежать, отступить. Отступают всей своей массой, ну, тем лучше. Берегут катапульты, что ли? Эти могут еще пострелять. Я уверен, у них как минимум половина снарядов есть. Вот так вот. Орки не глупы. Мне нравится, как ведет себя искусственный интеллект. Но трупов у них тут остается. Правда, самых-самых мизерных лучников. И 8% наших потерь нам никто не восполнит. Интересно, они будут переключаться на другие цели. Катапульты продолжают стрелять. Пусть переключаются. А мы будем выбивать опасных противников стражу Маранана. Это пехота, с которой у меня связаны всегда самые неприятные воспоминания. Если кто-то где-то убивает моего полководца или важный мне отряд, то это, как обычно, стражи Маранана. Еще есть у руки где-то. Вот. Теперь враг несет большие потери. Так, пауэркам громила. Огонь. Хоббитцев надо уводить. Они хуже всего бегают. Сейчас эти орды, когда начнут стрелять, будет неплохо. Ай, постройка пока держится. Ой, как. Тоже стоит отвезти. Стражу Маранана ополовинили. Они то наступают, то отступают. И мы успеваем их поливать. Этих маневров им дорого стоят. Так, один опасненький отряд взяли. Была бы у нас хотя бы кавалерия, хоть один отряд, я бы уже давно разбил бы эти катапульты. Без какой-либо трудности. А так приходится очень хитро действовать. пехоту я подставлять не хочу. Она мне поможет во время прорыва. Так, такое впечатление, будто я своих уроков могу выводить. Только надо на единичку поставить. Тихо, 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 тихо. Как согрились сразу. Это кто у меня побежал? Нет, 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 только не своего командующего. Отступить. Это уроки-грабители. Следующие. Желающие погибнуть. И еще один отряд уроков-грабителей. Так, а тут мы будем уроков расстреливать, что ли? Давайте уводим этот отряд сюда, и этот отряд тоже куда-то туда. фаер-шоу. Аж три отряда. Катапульты, мне кажется, они поубивают больше всего. Так, тут мы отступаем. Закидываем. 75. Их не так уж и много. Вот это вот, на это надо переключиться. Они реально согрились. Так, и тут что-то у врага. Что вы хотите от нас? Отступают. В спину настреливаем. Отступают. Такие мы, видимо, отошли. На достаточное расстояние, чтобы эти начали отступать. И можем расстрелять еще один отрядик. 10%. Хорошо. Готов с такими потерями смириться. Давайте ближе подойдем. Уруки в спину. Их было 120 вроде бы. Осталось 72. Но что может быть лучше? Орки убивают орков. А катапульты что, перестали стрелять? А, разворачиваются. Я мог бы один отряд топорщиков отправить к ним, типа, в тыл. Обойти и ударить. Вот такой вот длинный путь. Но это будет путь на всю серию. Давайте сюда. Ребята, вам с орками громилами бороться. У них остаются в основном лучники. Пехота очень сильно потрепана. Уруки. Ну, так себе еще живы. И получают от наших. 21. Давайте до лучников доберемся. Можно катапульты обстрелять. Но пока мы всех убьем. Так, вперед, ребята, вперед. Не стоим. Пусть еще одна волна забег. Они уже потеряли почти половину своей армии. Я вполне могу ставить на двоечку. О, нет, 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 нет. Тут вот очень осторожно. Ай-яй-яй-яй-яй. Просто жесть. Хорошо полководит жив. Отделался легким испугом. Вот это попадание. Понятно, его и не ведем тогда. На расстоянии выстрела катапульт. Орки громилы. Уруки. Все, кого можно. Воюем возобновляемыми. Войсками, не возобновляемыми, не воюем. Можно вывезти еще два отряда сюда. Когда уже закончатся у катапульт их снаряды. Что-то опасно разворачиваются против наших. Эу! Тихо, тихо, тихо. Лучше отступить. Жизнь дороже. Так, тут уже все. Ходить нам туда нечего. Хоббитов, смотрите, не убивают. Стреляют только в самых-самых. Так, тут тоже жизнь дороже. Лучше отступить. Это мой Орков громил. Давайте на разведчиков наляжем. Вот они мои топорщики. Лесорубы. Подходите. И сколько? 60%. Все. Этих можно заводить назад. Приспокойненько. Так, эти близко не подходите. Или в Орков грабить или стрелять. Но я свои запасы подыстрелял таки. Может попробовать куда-то сюда подвезти. Так, эти мои тоже пока что ничего не могут сделать. Вот сюда я их выставлю. Заливаем, заливаем их. 61%. Хоббитов еще спустим. Ими зальем. Так, у них же есть слепая зона. Если подойти слишком близко, то это как раз она и будет. О, как классно. Просто, просто супер. Какие огненные стрелы? Ты чего? О, как классно. О, как классно. О, как классно. О, как классно. Он попадает под обстрел. Но мы расстреливаем Орков грабителей. Давайте окружать. Скоро будем атаковать. Так, тут мы делаем все, что можем. А теперь можно подводить тяжелую пехоту сюда. Так как запасы наших стрелков почти исчерпаны. Давайте попробуем атаковать катапульту. Может быть, эти грабители не вступятся. Или вступятся. Сейчас мы атакуем, типа, с натиска и убежим. Будем представлять, будто это наша кавалерия. Так, что-то катапульты никак не реагируют. Видимо, мы их немножко того... Отступить. Наступить. Надо один отряд успеть съесть. Пока они поймут, что к чему. О, разведчики бегут. Будет уже поздно. Сюда давайте подходить. То можно на урков-грабителей так же напасть. И вот эти вот два отряда подвести. Вы давайте сюда. Че, враг, все? Уже ничего не можешь? И у меня не осталось никаких стрел. Только ручное нападение. Удар в спину очень хорошо прошел. Мы почти ничего не потеряли. У руков мы, конечно, так бить не будем. Разве что можем тут еще одну катапульту ударить. Или вот этих орков громил. Ну, если ребята будут не против, а ну, соберитесь. Встаньте здесь. И стащите... Ой, это плохо. Бодры. Ну, вперед. Давайте попробуем катапульту ударить. А ну! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Уходим, 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 уходим. Так вот вывернуться, чтобы уроков не согреть. Давайте сражаться. О, побежали. Эти отступают. Хорошо, и мы отступим. Типа, догонять не будем. Главное полководцев сохранить. Уходим, уходим, уходим. Вы чего? Если они убегают, это только в наших интересах. Уходим. Блин, зацепились. Главное, чтобы не полководец. Так, удар по урокам. Удар по урокам-грабителям. Вперед, топорчики. Это ваши мишени. Ну, вот они у руки. Мы отошли, а теперь возвращаемся. Уруков задержали. Сейчас уруков будем подъедать. Так, в спину оркам-грабителям. Главное, чтобы нас еще в спину не ударили. Куда отступаете? А ну, назад. Быстро, 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 быстро. Они уже готовы бежать. Давайте. Хотя кричать быстро тем, кто очень устал. Есть. Эти побежали. Мы разворачиваемся. И у нас тут целая толпень бежит. Нам главное обратить врага в бегство. Давайте, ребята, пока тут нашего полководца не убили. Их легко напугать. Достаточно правильно подойти. Есть полководец в безопасности. Вот он тут сражается. К нему на помощь приходят. Все. Орки-громилы бегут. Уруки что-то там как-то где-то не сообразили. Но мы сейчас их убьем. Все бегут. Кроме уруков. Есть. 20%. Таки победа за нами. Молодцы. Справились. Завершить битву 161 на 1284. Хорошее отражение осады. Хорошая вылазка. Мы потратили все наши стрелы. Нас нельзя упрекнуть в том, что мы не сделали всего возможного. Мы сделали все возможное, что было в наших силах. Нам не хватило здесь только добротной кавалитии. Казнить врага. И с Кири Тунгалом не все покончено. Далеко еще не все. Ремонт. Нам придется делать вылазку и разбивать вот эту армию. Хочется посмотреть, что там в ней. Я сейчас это сделаю. О, бог ты мой. Алакхай. Стража Моранана. Лучники у руки. Но ждать, пока они объединятся с вот этими. Вот тут баллисты. Эти похуже будут, чем катапульты. Катапульты хоть мажут, а баллисты практически всегда попадают. Ай. Ай. И катапульты троллей. Что нам делать? Выводить все силы в бой. Командир Маулук. Давай будем с тобой сражаться. Пусть подводят еще силы. Если осадят, то осадят. Перемалывать Мордор. И надо таки уже туда, внутрь идти. Потому что это будет бесконечная драка. Еще два стека как минимум могут подойти. А Гондор будет телиться вокруг Моранана. И еще гарнизонный скрипт возле этого Моранана. И будут проблемы. Блин. Не посмотрел, что дождь. Нажал развертывание. Так. Мы помним. Против Алакхай будут действовать наши. Наша элита. Все остальные тоже будут на страже. Никаких огненных стрел. И у нас тут против Алакхай есть куча топорщиков. Пошли Алакхай вперед. Выводим наших топорщиков. На них. Ай-яй-яй-яй. Ладно. Пусть лучники уже стреляют в того, в кого стреляют. Вряд ли мы убьем Алакхай стрелами. Слишком мала дистанция между нами и ими. Они будут прорываться через наши ряды. А мы будем их окружать и разбивать. О, умирают. Хорошо. Есть. Почти всех разбили. Топорщики. Это сила. И такая перестрелка жесткая сейчас происходит между их лучниками и нашими лучниками, их войсками и нашими войсками. Все. Последний Алакхай. Нет, не последний. Один еще. Давай его лупи. Раз, раз, раз. Затюкали. Молодцы. Топорщики. Вы у меня просто золотые. Орки-грабители. Если захотят подходить, пусть подходят. Мы сейчас уйдем за свои ряды. Или можем ударить орков-копейщиков. Как раз у них такой строй красивый. А, это та, та самая стража Маранана. От которой мне никуда не деться. Так, эти отступают. Да, стражу Маранана бьем. Этими лучниками отступим. Ой, жалко свою пехоту. Орки-грабители. Это копейщики. Они дрогнули. Но идут в атаку. Так, выйдем их, встретим. Есть, бегут. Давайте убегаем и мы. Как можно дальше. Заодно в спину расстреливаем. И стража Маранана тоже бежит. Есть. Есть, есть, есть. Все обращены. Обращены в бегство. Теперь только лучники. Можем идти за ними. А можем и не идти. Я думаю, мы отступим. И просто будем расстреливать их. Не успевают наши бедные хоббитцы. Стреляйте. О, хух. Успели. Из-за того, что эти развернулись. Опять возвращаются урки-копейщики и стража Маранана. Видимо, им мало. Давайте один отряд топорщиков подведем. И покажем, что зря это они все затеяли. Так, что у нас тут? Орки-громилы. Разбить. 10% на 63%. Вот так вот. Туда-сюда бегаем. Туда-сюда. Эти побежали. Убегают. Вы не на тех. Вы давайте на лучников. Лучники у руки так много. Давайте на них переключимся. Что мне эти? Зачинщики. Зачинщики. Зачинщики не так страшны. Все. Нажимаем шестерку. Этот бой за нами. Прогнать и разбить. Давайте, давайте, давайте. Есть. Продолжить битву. Раз отступают. В спины им стрелять. Все. Выход из боя. Это победа. 116 на 681. Не так хорошо, как при вылазке. Тут они более настроены нападать, чем при вылазке. При вылазке они туда-сюда бегали. И тут мы, конечно, кучненько стоим. Решили обойтись без всяких маневров, фланговых обходов, разделения войск и тому подобных вещей. Казнить их всех. Они умирают. Главное не объединяться с сильными армиями. О, еще один Назгул покидает Барадур. Мне надо размолоть два этих отряда, еще одну вот эту армию. И потом я смогу сделать вылазку. Поэтому назад в Киритунгал. Объединяем и получаем подкрепление. Ну вот у меня ребята готовые сражаться. Давай. Сейчас посмотрим. Золотолычковые. Отсражались тут. Вот этих вот уведем. О, нет. Три отряда лучников. Вместо. Я бы вот этого парня убрал отдохнуть. Он у меня, конечно, многозвездочный. Десяти звездочный. Шикарный. Но надо качаться и другим. Так что давай, отходи. Легендарный полководец. И вместо тебя сюда отправим. Да и хоббиты мне тут уже не нужны. Бедные на ладан дышат. Вот эти вот два отряда можно отправить. Они хорошо держат. Армии врага. Так, кого мы подводим? Вот серьезные силы пришли. Объединяем их с вот этими силами. И баллиста. Баллиста против вражеской. В случае осады она нам пригодится. Как ее можно так хитро провести через все ряды. И тут провести замену. Так, баллисту вместо... Вместо, вместо, вместо. Давай вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Все. Перераспределение сил произведено. Переобучение здесь какое-то есть. Давай тебя переобучим. И вас двоих переобучим. Может броню получите. Или что подобное. Здесь у меня переобучение. Найма пока никакого нет. Торренбург. Надо думать. Тоже переобучать есть чего. И баллисты есть. И полководцы есть. Ну, бить в спину тоже не очень особо хороший вариант. Там мне вроде сил хватает. Идти что ли на черные врата? Да куда они достают. Давай объединяться. И еще два места. Все. Места забиты. Выдвигаемся. Я думаю, мы два отряда можем отсюда вывести. Пусть идут укреплять. Раздвигнем казармы дозорных. Подведем больше сил. Трактир пока не строим. Да, и эту серию мы тоже можем заканчивать. А то уже затянули. Выходит, что мы хорошо посражались. Осаду отбили. С войсками разобрались. И теперь вопрос, что будет происходить здесь. И самый главный вопрос, что нам делать здесь. Все остальное не так интересно. И важно, как события подле руна. Амук хант. Интересно, если мы поведем армии дальше, оставив только небольшую их часть. Бунта не будет? Типа как не будет. Мы же можем ударить по... Ой, бомари. Надо держать постоянно в тонусе врага. И отсюда можем отвести подкрепление два отряда. Будем перераспределять. И эти армии у нас потом пойдут туда дальше. Тут у нас сила аккумулируется. Единственное, что отсюда тоже... Ну, нет смысла нам сидеть здесь. Надо вести либо в минус итиль, либо туда уже в сторону харада эти силы. Хорошо, друзья. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения. Ставьте лайки под видео. И в описании под видео вы найдете другие мои прохождения. Не пропустите их. Удачи вам!